Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В Карине обнаружены исторические находки, датируемые Железным веком. Премьер-министр Республики Армения принял конгрессмена США Франка Палана. Землетрясение магнитуты 3-4 балла в 5 километрах к северо-восток от села Ашотск Ширакского марза. На севере Сирии уничтожен турецкий спецназ СМИ. А Россия все еще ждет, пока Трамп выполнит свое обещание покинуть Сирию Лавров. Гуманитарная инициатива Аврора получит благословление от Папы Римского. Сегодня Всемирный день защиты животных. В Эрзрумском районе Карин, Западной Армении, на высоте 2500 метров была найдена 3000-летняя крепость. Считается, что крепость была построена с использованием техники каменной текстуры без использования строительных растворов. Вес каждого камня – полторы тонны. Самый большой из четырех крепостей, найденных сельскими жителями, называется Орлины из-за орлов, летящих над ней. Перед крепостью была найдена траншея, которая защищала от нападения врага. Замок географически защищен на очень охраняемой территории, и с архитектурной точки зрения он был построен с использованием техники двух стен. Поскольку крепость была построена камнями весом больше тонны, при землетрясениях не была повреждена. Сейчас на территории крепости работают археологи. Премьер-министр Армении Николай Пашинян встретился в четверг с конгрессменом США Фрэнком Палоне, сообщает прислужба правительства. Премьер приветствовал визит конгрессмена в Армению и Арцах и выразил уверенность в том, что он еще более укрепит связь Палоне с армянским народом. Глава правительства высоко оценил деятельность конгрессмена в деле развития армяно-американских отношений и озвучивания насущных задач армянства. Палоне отметил, что впечатлен произошедшей в Армении бархатной революцией и протекающими в стране демократическими процессами. Он также подчеркнул, что продолжит активные усилия для придания нового импульса отношений между двумя странами и содействия Армении и армянскому народу. Землетрясение произошло на севере Армении утром в пятницу. Как сообщает МЧС, 4 октября в 7 утра в 5 километрах к северо-востоку от села Ашотск произошло землетрясение магнитудой 2,8. Очаг залегал на глубине 10 километров. Села Толчка в эпицентре составила 3-4 балла. Землетрясение ощущалось в селе Ашотск Ширакской области силой в 3 балла. Операция вооруженных сил Турции в Сирии на восточном берегу Ефрата началась с разгрома отряда турецких спецназовцев. Сообщает 3 октября китайский информресурс СОХУ со ссылкой на страницы сирийских боевиков в соцсетях. По утверждению СОХУ восточнее Манбиджа разведывательный отряд турецкого спецназа численностью порядка 30 человек был разбит разнородными незаконными вооруженными формированиями. Боевики утверждают, что убили 12 турецких военных, а остальных взяли в плен. При этом СОХУ напоминает, что в 2017 году произошло аналогичное событие. Тогда отряд турецкого спецназа попал в засаду курдских вооруженных формирований подконтрольных США. Стоит отметить, что Минобороны Турции воздерживается от официальных комментариев по этому вопросу. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва по-прежнему ждет, когда американский лидер Дональд Трамп наконец выполнит собственное обещание и свернет свою незаконную операцию в Сирии. Данное заявление появилось на сайте российского ведомства. Министр иностранных дел заметил, что Трамп говорил о решении вывести контингент из Сирийской Арабской Республики еще в декабре 2018 года. Однако с тех пор никаких шагов в этом направлении предпринято так и не было. Он также добавил, что законным основанием для военного присутствия в Сирии является либо приглашение официального Дамаска, либо соответствующее решение Совбиза ООН. Соответственно, пребывание в Сирийской Арабской Республике, например, иранских военных или российских сил вполне законно, в то время как американское присутствие не отвечает ни одному из этих критериев легитимности. Во время визита в Ватикан 2 октября делегация гуманитарной инициативы Аврора была удостоена особого благословения его святейшества Попы Франциско. Аудиенция понтифика стала частью обширной программы визита Авроры в Рим, во время которой представители инициативы встретились с лидерами местных общин и Ватикана. В делегацию Авроры вошли известные социальные предприниматели, соучредители форума Аврора Нубар Афиян и Рубен Вартанян, а также трое лауреатов ежегодной премии Аврора – Том Катена, Маргарит Баранкиц и Чола Аун. Все они встретились также с его высокопреосвященством кардиналом Петро Паралином, государственным секретарем Святого Престола. Комментируя аудиенцию его святейшества, Папы Франциско Нубар Афиян, соучредитель гуманитарной инициативы Аврора и форума Аврора, заявил, для нас было честью получить сегодня утром особое благословение его святейшества. Сегодняшняя встреча в Ватикане позволила нам подчеркнуть жизненную необходимость глобальной деятельности гуманитарной инициативы Аврора и потребность в расширении сотрудничества для продолжения этой деятельности в долгосрочной перспективе. Гуманитарная инициатива Аврора, созданная от лица всех вышивших во время геноцида против армян, знак благодарности их спасителям. Это глобально ориентированная организация, которая стремится дать современным героям возможность и дальше дарить надежду на новую жизнь, остро нуждающимся в гуманитарной помощи людям по всему миру, продолжая тем самым международную эстафету добра. Менее двух недель остается до первого форума Аврора, который пройдет в Армении с 14 по 21 октября 2019 года. Форум соберет проводников перемен, передовых ученых и новаторов, лидеров в области развития образования и заметных международных гуманитарных деятелей. Мероприятия первого форума Аврора пройдут в октябре 2019 года в крупнейших городах по всей Армении. 4 октября – Международный день, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля. Эта дата отмечается ежегодно 4 октября, фактически является завуалированием Дня Святого Франциска. Отмечать этот день было решено во Флоренции в 1931 году на проходившем там международном конгрессе сторонников движения в защиту животных. Идея проведения подобного дня прижилась по всему миру, и в 2008 году различные мероприятия, посвященные этой дате, прошли уже в 68 странах мира. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню комитаса Цириан и Цара в исполнении Сергея Хачатряна. Теперь я хочу играть что-то из моего страны, из Армении. Это будет фольклорная песня по комитасу, и его название «Априкос 3». «Априкос 3» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok